Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, апрель на дворе, а апрель традиционное время для подведения итогов по декларации всевозможных налогов. Такая вот рифма. Об этом мы сегодня и поговорим. Очень важная, интересная тема, задрагивает на самом деле очень многих, не только бизнесменов, как некоторые думают, но и простых граждан. Поэтому, если, дорогие телезрители, у вас есть вопрос, если вы, может быть, не уверены, нужно ли вам платить налоги, или, может быть, вы не знаете, что и как заполнять, у вас есть прекрасная возможность напрямую, позвонив к нам в студию, спросить. У нас, соответственно, представители УФНС. Наш телефон 3190, у нас прямой эфир. А пока хочу представить наших замечательных дам, гостей эфира. Это Ирина Шемшура, начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной Налогослужбы России по Тверской области. Ирина, добрый день! Добрый день! Ее коллега Елена Павлова, начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тверской области. Елена, добрый день! Здравствуйте! Поэтому 3190, прямой эфир, все, что вы хотите знать о налогах, но боитесь спросить, звоните, ждем ваших вопросов и просто вашего вообще мнения. Может быть, знаете, просто хотите высказаться, насколько удобно, на ваш взгляд, декларируя, заполнять налоги. Может быть, какие-то пожелания, что надо сделать, поэтому не стесняйтесь, звоните с удовольствием. Вот представители налоговой службы выслушают ваше мнение, пожелания. Я уверен, что намотают на ус и запишут. Дамы, скажите, но сейчас близко завершение декларационной кампании по доходам физлиц. Возможно, не все знают о необходимости подать соответствующие документы. Давайте напомним, кто, в какие сроки и как должен начитаться. Роман, но прежде чем начнем наш диалог, я хотела бы выразить вам благодарность, что приглашаете нас ежегодно сюда. Все для наших телезрителей самое главное. Да, таким образом мы повышаем уровень налоговой грамотности. Это сейчас очень важно, потому что у нас действительно этот уровень с каждым годом растет. Это видно и по декларациям, они более правильно заполнены. Это заметно и по тем вопросам, которые нам задают налогоплательщики. То есть мы идем по правильному пути. Но если переходить к нашему вопросу, то в этом году крайний срок представления налоговой декларации перенесен с 30 апреля. Он по кодексу 30 апреля. Но дело в том, что 30 апреля в этом году это у нас суббота. Поэтому крайний срок переносится на первый ближайший рабочий день. То есть последний день, когда налогоплательщики могут отчитаться о своих доходах за 2021 год, это 4 мая 2022 года. Если же по декларации будет сумма к уплате, то ее нужно заплатить не позднее 15 июля 2022 года. В противном случае со следующего дня, уже 16 июля, мы будем начислять пенни. Какой размер пенни? Одна трехсотая пока ставки рефинансирования Центрального банка. Да, он у нас не изменился. Ставка меняется рефинансированием. Ставка меняется, да. Но там есть свои особенности. Но опять, если говорить об обязанных категориях, они у нас все поименованы в нашем налоговом кодексе. Это индивидуальные предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения. Это нотариусы, адвокаты. Те категории налогоплательщиков, которые занимаются частной практикой. Это граждане, мы с вами. Те граждане, которые сдавали имущество в аренду. Квартиры, например. Например, те граждане, которые получили доход от продажи имущества, находившееся в собственности их менее минимального срока. Дача, автомобиль. Дача, автомобиль, земельный участок, квартира. Велосипед. А почему? Только те объекты. Велосипеды, знаете, какие бывают в цене? Конечно. Раз стоимость сотни тысяч рублей. Нет, те, которые действительно регистрируются в соответствующих органах. Те категории. Вот, действительно, земельные участки, квартиры, их достаточно много. Люди продают. Но если говорить о минимальном сроке, если, например, нам эти объекты достались по дарению, нам кто-то подарил, или по наследованию, то здесь минимальный срок составляет три года. В остальных случаях это пятилетний срок. То есть, если у нас квартира была в собственности менее пяти лет, мы ее когда-то покупали, да, мы ее продали в двадцать первом году, нам нужно обязательно, не позднее четвертого мая 2022 года, отчитаться. Вот. Значит, какие еще категории? Мы, например, получаем выигрыш в лотерею, тоже необходимо отчитаться, декларацию подать. Если налоговый агент, тот, кто выплатил доход, сразу не удержал налог и не сообщил об этом налоговый орган, что он не смог удержать, то в данном случае мы тоже представляем декларацию. Но если нам налоговый агент, который выплатил нам доход, сообщит налоговый орган, то мы уже налоговые органы исчислим налог на доходы физических лиц самостоятельно и предъявим к уплате в составе имущественных налогов. Помните, да, который нужно заплатить не позднее 1 декабря 2022 года. То есть, если у нас возникал такой доход, то он у нас будет отдельной строкой в налоговом уведомлении, в сводном. Значит, те граждане, которые у нас стали самозанятыми, да, и они, например, сдавали имущество в аренду, то им... Самозанятые сдавали имущество в аренду? Да. Например, кого-то, как... Можно телезрителям какой-нибудь такой пример? Ну, примеры, ту же квартиру. То есть, самозанятые, которые, условно говоря, не знаю, там, торты делают на дому. Ну, условно говоря. Нет, это другая категория. Какие самозанятые имеются в виду? Самозанятые, например, тот человек, который сдает имущество в аренду, он имеет право стать самозанятым. Вот если, например, я буду сдавать имущество в аренду и не самозанятые, да, мне придется декларацию представить и определить, исчислить налог, поставки... Просто сейчас у нас это понятие самозанятые внедряются в последние сколько-то лет. Всякий раз у него имеет значение, имеется в виду, что самозанятые это тот, кто что-то делает. Ну, домой или, может, в гараже, может, в какой-то небольшой цех, даже там, не важно, но что-то делает. То есть, сапоги точает, торты печет, ногти делает, стрижки и так далее и тому подобное. Вот это самозанятые. Не нанимая наемных работников. Что вы имеете в виду, когда сейчас говорите, самозанятый, который сдал квартиру? Тот сам человек, который торт печет в сапоги точает? Не обязательно. Он должен быть зарегистрирован как самозанятый и выбрать вид деятельности и выбрать сдачу, имущество в аренду. Вы имеете в виду, что есть такая категория самозанятых, которая просто говоря... Не фотографирует торт и не печет, правильно, а сдает имущество. А живет тем, что сдает имущество. Он говорит рантье. Рантье. называется. Да, конечно. Вот. Просто для понимания телезрителям. Потому что, я говорю, самозанятый, человек искренне, думаю, может быть уверенным, что если у него там три квартиры он сдает в аренду, и этим живет, он к самозанятым не относится. Нет, мы сейчас не об этом ведем речь. Извините, пожалуйста. Мы вам сейчас поясним. Самозанятый — это немножко другой режим. Самозанятый — это другой режим, и там своя ставка налогообложения. Я могу объяснить, кого вы мне делали под самозанятых, когда, говорит, сдает квартиры. То есть, дорогие телезрители, еще раз, то есть, если вы просто живете тем, что вы сдаете квартиры, там, неважно, что угодно, в аренду, вы можете тоже сделать статус самозанятого, можно сказать, рантье. Совершенно верно. Вот. Конечно. Если они в свое время сделали самозанятого, да, то есть статус зарегистрировались, значит, приложение скачали, мой налог, да, и ежемесячно указывают свой доход, и ежемесячно предъявляют куплате им налог, ну, то есть работают в рамках этого спецрежима, в данном случае таким гражданам декларацию не нужно представлять по форме 3 НДФЛ. Вот это надо понимать. Самый удобный способ представления декларации, самый удобный способ, это наш сервис, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Мы его всегда будем рекламировать, да, Елена Владимировна? Это на самом деле очень удобный сервис, не надо заполнять огромную декларацию, потому что сама декларация, куда-то бежать, потому что сама декларация, она содержит очень много листов, которые не нужны в данном случае. Мы продолжим обязательно, просто у нас эфир содержит не очень много рекламы, поэтому, дорогие телезрители, несколько минут прервемся, а потом ждем ваших вопросов, все, что касается декларирования ваших доходов. Все можете спросить напрямую, опять, как тоже, что Ирина сказала, не нужно никуда бежать. Поэтому реклама. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня» подходит к концу декларационная кампания, этому сегодня посвящен наш эфир. Звоните нам в студию, спрашивайте, если вы хотите спросить у представителей нашего УФНС, вот мне мои коллеги показывают, что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. У меня мама, 71 год, в прошлом году получила в наследство квартиру. Квартира была продана также в прошлом году. Скажите, пожалуйста, нужно ли ей за прошедший год заполнять налоговую декларацию? Давайте я отвечу. Спасибо, конечно. Здравствуйте. Смотрите, я правильно поняла. В 2021 году ваша мама вступила в наследство. Так. То есть, смерть наследодателя произошла тоже в 2021 году? Да. В 2021. И она тут же продает. Да. Конечно же, декларировать надо. То есть, получается, меньше трех лет прошло с момента нахождения собственности квартиры. Правильно? Да. Получается. Декларировать обязательно надо. Но тут нужно смотреть, за какую сумму продала ваша мама эту квартиру. Это сумма меньше, чем сумма, указанная в кадастре. Нет. Сумма какая? Меньше в кадастре. Меньше в кадастре коэффициент. Ну, смотрите, если конкретные суммы, то это миллион триста. Миллион триста. То есть, в любом случае, больше миллиона рублей. Да. Так. Ну, вот, надо посмотреть. Декларировать обязательно надо. Декларировать. То есть, до 4 мая мы ждем декларацию по этим доходам. У нас здесь, смотрите, миллион триста продажи, да, стоит у вас. Меньше кадастровой стоимости. Меньше кадастровой стоимости. Да. Получается. Меньше. Налог будет, да. Налог будет уплачиваться с кадастровой стоимости. То есть, необходимо необходимо кадастровую стоимость посмотреть, да, и умножить на 70%, и вот это вот поставить в доход. Мы ответили на ваш вопрос? Да, хорошо, я посмотрю, спасибо большое. Посмотрите, пожалуйста, она в выписке есть, эта кадастровая стоимость, на 1 января года текущего, на 1 января 2021 года она определена, умножьте на 70%, и сравните 1 300 000 и вот это вот 70% от кадастровой стоимости. Что больше из них поставите в доход? Понятно, спасибо большое. Опять же, миллион рублей, не облагаемый вычет, вы тоже можете учитывать в качестве уменьшения налоговой базы. Поняла, спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Возвращаемся, как говорится, к нашим, ну не по ранам, конечно, к нашим вопросам, к нашим налогам. То есть на первый вопрос все мы ответили, то есть кто, когда, в какие сроки все понятно. Хорошо, скажите, а вообще сейчас вот у нас очень активно государство популяризирует банковские вклады. Мы все знаем нашу ситуацию в экономической стране. Центробанк поднял учетную ставку, вслед за этим банки подняли банковские проценты по вкладам, люди кинулись вкладывать деньги. Я помню все эти рапорты, которые там наши крупнейшие банки, что этим там столько-то принесли люди миллиардов на вклады, этим столько-то. Скажите, соответственно, нужно ли вкладчикам декларировать доход с процентов по банковским вкладам? Декларирование доходов вообще не предусмотрено по банковским вкладам вообще. И это нет такой обязанности у гражданина, который является вкладчиком банка. И проценты тоже декларировать не предусмотрено было вообще. И нет такой нормы законодательства. На сегодняшний день за 2021 год и за 2022 год проценты не облагаются. Все? Все. Исчерпывающе. И точно. Хорошо, скажите, а какие еще новые у нас правила декларирования доходов применяются с этого года? У нас, сами знаете, страна такая веселая, всякие раз какие-то изменения. Вот я уж тоже сказал, и учет на ставку ЦБ, и все, что у нас происходит. То есть, соответственно, какие у нас новые правила, кого затрагивают? Ну, на сегодняшний день вот то, что идет в части налогообложения доходов из лиц, оно все больше и больше уходит в сторону так называемого налогового автомата. Когда многие вопросы уже решаются, скажем так, при помощи, ну, как сказать, на основании информации, содержащейся в информационных ресурсах налоговых органов. Ну, может быть, это слишком сложно на восприятие, тем не менее, вот многие доходы, которые раньше мы обязаны были декларировать, теперь не нужно подавать декларацию в связи с этими получением доходов. И, кроме того, вот та ситуация, когда продаешь имущество и там должен ты доплатить налог, не должен, здесь она тоже с каждым годом улучшает положение налогоплательщика. Ну, вот что у нас с декларированием доходов? Ирина Валерьевна сказала, что у нас есть 5 лет минимальный срок владения имущества. Да, для любого владельца, да, кто после продает имущество, приобретенное после 2016 года, возникает обязанность подать декларацию за 2021 год. Но здесь есть исключения. И кроме вот этой категории тех, кто кому подарили и тех, кто вступил в наследство, там еще приватизированное жилье и жилье единственное, там 3 года срок владения. Кроме того, сейчас законодатель еще множества всевозможных мер поддержки для семьи с детьми. И если семья с детьми улучшает свои жилищные условия, ну, к примеру, были молодые родители, жили в квартире там однокомнатной, да, дальше семья увеличивается, они там стали уже родителями двоих детей. И вот сегодня это такая молодая семья, и свои однушки там переезжают, ну, в зависимости от финансовых возможностей, в какую-то там двухкомптную или в трехкомптную квартиру. Ну, в большую. И тогда вот законодатель говорит, что при продаже вот этой квартиры первой, которая была, взамен которой приобретается новая квартира, то здесь уже никакие сроки у нас, как сказать, минимальных не существует, то есть вообще не нужно этот доход от продажи вот этой первой квартиры своей показывать. Но должно быть соблюден ряд условий. Во-первых, должно быть двое детей, которые не достигли 18 лет, но это именно поддержка молодым семьям. Двое детей, не достигшим возраста 18 лет или 24 лет, если дети обучаются по очной форме. А если в семье просто вот молодая пара, родился ребенок, ну, логично говорят, что мы в одной комнате. Двое детей. Я говорю, если один, то не измените. Мы об этой категории позже поговорим. Мы сейчас пока вот про эту категорию, которые родили двоих детей, вот они улучшают свои жилищные условия. Дальше, что они, кроме вот этих условий по деткам, да, возраст до 18 или обучающий 24. Далее, значит, эту новую квартиру, ее можно купить даже было не в 21 году, а можно купить в течение еще до 30 апреля вот этого текущего 22. То есть я в 21 продала однокомнатную квартиру, там, да, семья продала однокомнатную квартиру, двое маленьких детей до 18 лет. Значит, и новую квартиру купили только вот еще до 30 апреля. Тогда они освобождаются, 30 апреля еще не наступило. До момента подачи декларации, декларации уже 4 мая. Вот, если приобретут такую новую квартиру до 30 апреля, то о доходах от продажи своей квартиры, которую продали в 21 году, отчитываться не надо. Но еще там есть условие какое, что новая квартира должна быть, создавать лучшие условия для членов семьи, но особенно для детей, чтобы там была и кадастровая стоимость выше, и площадь выше. То есть действительно эта семья улучшает условия для того, чтобы улучшить условия жизни детей. И вот таким родителям, которые заботятся о своих детях и, в принципе, о будущем нашей страны, государство представляет вот возможность не отчитываться о доходах от продажи вот такой квартиры. Но это вот новшество текущей декларационной кампании, то есть уже подавать никакую налоговую декларацию не нужно. Вот. Кроме того, вот тоже Ирина Валерьевна говорила, если у нас квартира, наша квартира, имеет кадастровую стоимость и фактическая цена сделки такая, что мы не выходим за пределы одного миллиона рублей, это так называемые нефискальные сделки, то в этом случае мы можем не подавать декларацию. Ну, поясню на примере, да. Я тебе немножко перебью тоже для зрителя понимание. За пределы одного миллиона, то есть если за один миллион и одну копейку, условно говоря. Да, только тогда нужно. Уже, ну, вот. Дело все в том, а один миллион ровно, то нет. Да, дело все в чем. Сейчас объясню ситуацию. У нас в кодексе предусмотрен каждому, кто продает жилье, даже если нет у тебя подтверждающих документов, никаких вычет, так называемый в фиксированном размере один миллион рублей. И раньше граждане, подавая такую декларацию, собственно говоря, они говорили доход, ну, допустим, там 950 тысяч, ну, и, в общем-то, вычетом могли воспользоваться. То есть это была просто обязанность гражданина прийти, отчитаться от своих доходов. На сегодняшний день ушли от этой ситуации. Полностью ушли. То есть если продаем квартиру и цена сделки, но здесь тоже, ну, скажем так, против не совсем добросовестных граждан, которые иногда договариваются, там, я не знаю с кем, с покупателем, с риэлтором и показывают в документах одну сумму, а по факту там, конечно, другая цена, то здесь существует такая ситуация. При проверке возможности не подавать декларацию для нас есть такой маячок. Это кадастровая стоимость объекта. Кадастровая стоимость. Вот если кадастровая стоимость объекта, помноженная на 0,7, она не превышает тоже миллиона, тогда вот это вот два маяка, то есть реальная сумма сделки не больше миллиона, и кадастровая стоимость на 0,7% также, тогда в этом случае обязанностей нет. Ну, такая же радостная ситуация для владельцев гаражей, у которых 250 тысяч необлагаемая сумма установленная, и если реально гараж, вот реально, он и кадастровая 0,7% не превышает, и по сделке реально, причем, как бы тут еще тоже такой маленький, скажем так, маленький нюанс, да, если у нас квартира в долях, то есть мы с вами два собственника, вот тут уже не будет, что мы как бы продали за 2 миллиона, у нас у каждого по миллиону, мы помним про то, что у нас миллион вычет расходов на объект. На объект. Да, то есть если мы с вами продадем квартиру за 2 миллиона, да, вот, ну, может быть, мы даже там, вот как досталось нам по наследству, мы ее продаем за 2 миллиона, но моя доля миллион, ваша доля миллион, нам нужно будет подать декларацию каждому свою, право на вычет по 500 тысяч мы возьмем, и вот так вот мы эту ситуацию решим. А декларация так и писать, что доход, миллион? Продажа имущества. Вот, думайте, да, доход, конечно, вы пишете миллион, и я пишу миллион, а вычет 500 тысяч, а очень просто поймет, вы заполните, что доля владения одна, вторая. И инспектор это проверит ваш по доле владения, потому что информационные ресурсы Росреестр у нас всегда под рукой. И вот дальше тут, может быть, немножечко я сейчас уйду от новшеств текущего года. Вспомню о новшествах прошлого года. Если кто-то забывает подать декларацию и обязан подать, то здесь тоже право есть у налоговых органов автоматически начислить сумму налога, и тем, кто не отчитался, 16 июля мы начнем камеральные налоговые проверки на основании документов Росреестра. То есть не отчитался человек, человек получит акт проверки, он получит... Ну, здесь вопрос в следующем. Или свой кабинет личный, если он у электронный? Ну, в личный кабинет пока не предусмотрено направление актов. А было бы хорошо, ведь. Акт вручается налогоплательщику. Акт вручается плательщику, да, там остается реестр на вручение и так далее. То есть это не просто, что какие-то, скажем так, письма. Это все задокументировано, потому что процедура налогового контроля, она, несмотря на то, что она как-то немножко нам непривычна, но тем не менее это все общая процедура 101 статьи налогового кодекса, что вы знаете, что камеральная, что проверка такого расчета. К чему я сегодня об этом говорю? К тому, чтобы напомнить гражданам и отчитать, чтобы они не позднее числа вот этого обозначенного 4 апреля, потому что... В мае, да, извините. Потому что если ты продал имущество, ты обязан отчитаться. Выяснить, как бы, скажем так, попадаешь ли ты в категорию необязанных, ну, всегда можно это выяснить, направив какое-то даже обращение на налоговый орган или там через личный кабинет, через электронные сервисы, приложив документы. Все каналы защищены. Документы эти ваши, они только будут видны вам, инспектору, который будет отвечать. Вы получите в личный кабинет ответ от инспектора, надо вам декларироваться или нет. Ну, кроме того, существует горячая линия. Тем более, сейчас эти письма пошли, да, сейчас эти письма пошли, но платежка может спокойно на них ответить. Да, я продавал там имущество, там, менее, там, более, там, 5 лет в собственности. Или мне подарил это имущество близкий родственник, тогда в этом случае не нужно декларацию представлять. А близкие-то кто у нас? Близкие родственники, мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры, внуки, бабушки, дедушки, внуки. Бывают же разные фамилии. Так, ну, продолжим теперь, да, значит, что у нас еще нового в нашей, да, в правилах декларирования. Ну, во-первых, это то, что у нас вычеты, теперь можно получать в упрощенном порядке. Это вообще бездекларационный порядок. Ну, Ирина Валерьевна сейчас, может, подальше расскажет об этом. Это все для пользователей личного кабинета. Опять же, законодатель говорит, можете не ходить в налоговую. Банки, которые совершали сделки с вашим имуществом, ну, то есть мы же там берем ипотеку, да, или там инвестиционный вычет оформляем, вкладывая деньги на вклад. Банки передают информацию в налоговый орган, налоговый орган присылает информацию в личный кабинет налогоплательщика. Уже приходить не надо, чтобы продекларировать свои расходы на покупку жилья. И не нужно приходить налоговую тем плательщикам, которые в 2020 году получили вычеты. У них остался неиспользованный остаток. Им также в личный кабинет придет информация с просьбой указать счет, на который перечислить деньги. Мы посчитали, это где-то одна десятая от тех, кто раньше к нам приходили, теперь получает вот эти вычеты в таком автоматизированном порядке. При этом человеку не нужно все-таки задумываться о том, как заполнить декларацию, хотя она очень просто заполняется в личном кабинете, там такая, как, скажем, картинка, да, по которой идешь как пошагово. Но тем не менее, кому-то вообще теперь не нужно даже об этом думать, просто ждать свое заявление. Это вот по тем, у кого право на вычет возникло в 2020 году, и кто уже заявлял его в налоговую инспекцию в декларацию за 2020 год, или те, кто получали ипотеку в банке ВТБ. Потому что банк ВТБ нам передает информацию. В информационный обмен ожидается... Только ВТБ? Пока, да. Ожидаем вступление Сбербанка. Ожидаем, как только появится информация от Сбербанка, точно так же будут отработаны эти документы. А почему нельзя обязать вообще все банки? Это же вам опять было... Это предложено, обязательства нет. Есть предложение, предложение есть, банки с этим работают. Но это тоже новое. Это новшество текущего момента, мы начали с этим работать. А что, для них это в чем-то неудобство? Ну, по идее, какая мрация? Нет, здесь может быть даже неудобство для налогоплательщика. Некоторые плательщики не хотят знать, что у них есть деньги на покупку квартиры, потому что официальных доходов нет. А квартира куплена. И поэтому не дает согласие банку на разглашение информации о себе. Здесь обмен такой, как бы информация, она... И получается, если человек за наличные купил, ну, которую там неправедным путем добыты купил квартиру, соответственно, на налог будет не платить? Зачем вас уведомли? Нет, ну, там, может быть, доходов не столько, сколько он рассчитывает. Размер вычета ограничен двумя миллионами по приобретению. Может быть, он два миллиона официально, там, так планирует заработать в ближайшие годы, а остальное неофициально, поэтому он, может быть, и не дает согласия. Но это вопрос этой категории. То есть, наоборот, не бывает вопрос, что у человека, условно говоря, зарплата, там, доход, условно говоря, в месяц, там, 15 тысяч, а он покупает квартиру на рублевке? Ну, это аналитический сегмент работы. Это маленькая работа, если бы все равно. А так, конечно, аналитическая работа, она проводится. А, значит, все-таки у ваших сотрудников возникнут вопросы, я так думаю. Мы сейчас говорим о сотрудниках, которые камерально проверяют налоговые декларации. Они, так скажем так, у них другая задача. Что касается вычета на фитнес, то пока в текущей декларационной кампании за 2021 год мы не можем заявить вычеты на фитнес. Но, опять же, новшество. Законодатель предусмотрел, ну, новшество даже больше технологическое. То есть, мы можем получать вычеты социально-имущественные в текущем году. То есть, в 2022 году, по заработной плате, полученной в 2022 году, если мы купили уже абонемент в фитнес-центр. Для этого мы через личный кабинет направляем свой договор с фитнес-центром и платежный документ, подтверждающий оплату фитнеса, либо это будет какая-то там Сбербанка, там, соответственно, мы выписку эту сделаем. Ну, платежщик, в смысле, сделает. Да, подтвердит, что договор есть, оплата есть, направляет заявление на уведомление, и налоговый орган адресно по электронным каналам направит уже работодателю данного человека, который ведет здоровый образ жизни, всю эту информацию, и работодатель перестанет удерживать НДФЛ, то есть гражданин будет получать социальный вычет на фитнес уже с 1 января, и декларации не надо, и все очень удобно, и ходить никуда не надо. Какое-то время назад у нас вот заявление на вычет можно было послать электронно, а уже с ответом нужно было прийти. Вот сейчас разработана возможность через каналы электронные защищенные передавать прямо эту информацию работодателю. То есть, ваша задача, вот оплатили фитнес, все, ждите, что у вас ближайшую зарплату, вы уже будете ее получать без НДФЛ. На текущую дату, на 1 апреля, у нас представлено порядка 60 тысяч деклараций, ну там до единиц не буду там лечь внимания, и при всем при этом порядка вот где-то 1 десятая вот получили эти все вычеты в упрощенном порядке, не подавая декларацию, просто получив послание через личный кабинет налогоплательщика, уважаемый, вам положен вычет. Извините, я вас перебил, у нас уважаемый налогоплательщик звонит. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, такой вопросик. В прошлом году через Дарственную оформили землю, ну на меня, а теперь налоговая просто от меня 3 НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как подать в электронном виде? Ну что, удобно и быстро. Спасибо за вопрос. Значит, получается, в прошлом году вы получили подарение землю, и получается, в прошлом году ее и продали, верно? Не продавал, она в моем владении. А просто в да, в самом деле? А получили как, не от близкого родственника? Нет. Не от близкого родственника. Тогда вы, как одаряемый, должны подать, представить декларацию. Можно это сделать в электронном виде для этого. Вот сервис существует, личный кабинет. В личном кабинете есть такая возможность воспользоваться одной из жизненных ситуаций. Вы заходите на главную страничку, выбираете жизненные ситуации, и там вам предлагают варианты. Все, я понял. И дальше вы идете пошагово, указываете сумму, потому что в договоре она определена, сколько составляет сумма рыночная, там кадастровая сумма вашего участка. И вы заполняете декларацию. У вас сама программа посчитает, и можно вот эту декларацию, сформированную, уже направить к нам в налоговый орган, предварительно подписав ее бесплатной электронной подписью. Я понял. Спасибо большое. Повезло человеку, да, с неблизкими родственниками, а то и знакомые земли дарят. Еще маленькое дополнение. Вот если направляешь декларацию через личный кабинет, там он спрашивает, хотите посмотреть то, что вы заполнили, всегда нужно посмотреть. Все-таки, ну, мало ли тут где-то что-то, рука соскочила или отвлекся, да. И еще обязательно приложить документы, это тоже спрашивает сервис. То есть, в общем-то, компьютер полностью ведет по порядку заполнения деклараций. Ну вот, всего таких деклараций у нас у порядка 60, 10% граждан в автоматизированном режиме. То есть, им даже не нужно было ничего заполнять. Им предоставили вычеты, инвестиционные, имущественные вычеты, вот в этом упрощенном режиме. В основном, конечно, на сегодняшний день мы видим декларации к возврату. У нас порядка 50 тысяч деклараций к возврату. Что касается обязанных категорий, те, которые у нас должны подать, продекларировать доходы, пока их не так много. И, наверное, все-таки сегодня, пользуясь возможностью эфира, хотелось бы еще раз напомнить, что срок не позднее 4 мая, но, наверное, нет смысла откладывать все это на последний день, потому что обязанность у нас нужно исполнить своевременно. В кодексе предусмотрена ответственность. И еще я хотела бы сказать об одной категории, которая у нас тоже, как бы сказать так, вовлечена в эту декларационную кампанию. Есть общая декларационная кампания, к которой мы привыкли. Но у нас при декларировании необходимо указывать доходы, полученные за рубежом. И определенное количество граждан у нас являются так называемыми контролирующими лицами иностранных компаний. Ну, скажем так, это те, кто являются участниками, учредителями иностранных компаний. Ну, скажем так, границы-то они экономические. Ну, на сегодняшний день, в эпоху компьютерных всяких технологий, наверное, они не могут быть на замке вообще никогда. Вот. Итак, вот эти контролирующие лица должны отчитаться по доходам за 2021 год. Необходимо, тоже можно все сделать здесь через личный кабинет. Я вот вам приготовила листовку, которую мы предлагаем налогоплательщикам и так далее, о том, что обязаны такое контролирующие лицо подать декларацию. И при этом, кроме того, как подать декларацию, еще необходимо представить и уведомление о том, что ты являешься участником такой контролируемой компании. И, кроме того, представить документы, подтверждающие прибыль этой компании или наличие права на освобождение. Вот для участников этих иностранных компаний достаточно строгие санкции предусмотрены. Там 500 тысяч рублей санкции за непредставление уведомлений об участии в контролируемой компании, участникам которой стали граждане, и за непредставление документов, подтверждающих размер прибыли. Вот такая у нас сейчас информационная компания тоже проходит. И сроки для них точно такие же, как по общей декларационной компании, не позднее 4 мая. Поэтому вот этой категории напоминаем, чтобы, так сказать, не забыть отчитаться о своих доходах и представить необходимые, кроме того, вот эти документы в отношении контролируемых иностранных компаний. Простите, вот уже не упоминали неоднократно налоговые вычеты. Вообще есть какие-то нововведения в их представления? Ну вот смотрите, мы сегодня много говорили сначала об обязанных категориях и о налоговых вычетах. У многих налогоплательщиков возникает вопрос. Очень многие звонят, и вот с одним и тем же. Я успею на налоговый вычет до 4 мая? Мне нужно до 4 мая. Вот до 4 мая мы ждем декларации от обязанных категорий. А 4 уже все? Да, после 4 уже получается. После 4. То есть 4 еще включительно? Да, 4, да, включительно, обязательно, не позднее 4 мая. Если вы претендуете на налоговый вычет, имущественный налоговый вычет, социальный, инвестиционный и так далее, то декларацию можно представить и позднее 4 мая. То есть до конца года, пожалуйста, социальный вычет можно в течение 3 лет заявить, если мы расходы понесли там. Поэтому это тоже нужно не забывать. Об удобствах представления декларации мы начали говорить. Это, конечно, личный кабинет. С помощью него просто заполнить, тем более часть данных уже заполнена. Достаточно выбрать жизненную ситуацию, заполнить декларацию. Опять же, бесплатная электронная подпись. Ее сформировать очень просто. Заходим в личный кабинет, нажимаем на фамилию, имя, отчество. Там есть вкладка «Получить электронную подпись». Опять же, я советую такую же подпись вводить, как и пароль к личному кабинету, чтобы не забыть. Подпись, она дается на период 15 месяцев. То есть, после 15 месяцев она автоматически закрывается. Можно новую сформировать. И она действует в рамках этого кабинета. Если говорить о новшествах по налоговым вычетам, то стоит отметить такое классное. У нас в этом году новшество. В личном кабинете у налогоплательщика отражается остаток имущественного вычета. То есть, если мы купили квартиру, к примеру, в 2016 году, подавали, подавали, и уже забыли, какой у нас остаток. Многие звонят, говорят, а посмотрите остаток. То сейчас уже в личных кабинетах, в разделе декларации, можно посмотреть остаток имущественного вычета. Мы сейчас уже ответим на телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Да, да, слушаем. Да, это я к вам. Вы мне отвечаете на вопрос, да? Да. По поводу каждого техземельного налога. Да. В общем, у нас была земля под гаражом в аренде. Сейчас мы ее приватизировали. Будем мы налог платить? Я пенсионер. Смотрите, ну, наверное, здесь речь идет не о доходах, полученных от продажи. Получается, вы эту землю-то не продаете, верно? Нет, нет, это мы ее приватизировали. Она была у нас в аренде. У меня гараж в собственности. Ага. Как вас зовут? А земля была в аренде. Сейчас я ее приватизировала. Понятно. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Антонина Прокофьевна. Антонина Прокофьевна, мы сегодня говорим о доходах в связи с продаж, получением доходов в связи с продажей каких-либо объектов. У вас вопрос по имущественным налогам, по тем уведомлениям, которые мы, наверное, рассылаем к осени. Правильно? Да, да, да. До 1 октября, я знаю. Понятно. Нет, до 1 декабря. Или до 1 декабря. Вот смотрите, получается, вы, наверное, пенсионер, правильно? Да, да, да. А еще есть какой-то земельный участок у вас? Нет, у меня ничего больше нет. Ну вот смотрите, если вы являетесь пенсионером, и у вас один земельный участок собственности теперь получается, правильно? Да, да, да. Вот. Значит, автоматически нам данные приходят, что вы пенсионер, и у вас 6 соток этого земельного участка не облагается. Там, наверное, меньше 6 соток, правильно? 22 метра. 22 метра. Однозначно здесь налога не будет, если только у вас нет второго земельного участка, более большого. Нет, нет, я вам честно признаюсь, что нет ничего. В любом случае, если вы увидите исчисленный налог, да, в 22-м году, да, у вас появился этот объект? Вот я в феврале его привезти. В феврале? Начала в ноябре, но вот в феврале только мне все документы, все, что нужно, мне прислали, и уже у меня есть документы. Ну вот смотрите, вы, получается, собственником будете являться именно с февраля 22-го года этого земельного участка. Я поняла вас. Так, да, если вы пенсионер, и если у вас один земельный участок, менее 6 соток, то здесь не будет никакого объекта налогообложения. То есть, если вот сейчас за 21-й год мы начисляем налоги, да, предъявим... Да, мне, а у нас собирали ее в этом кооперативном гаражном, у меня я уже заплатила все, потому что я в марте всегда плачу. Это членский взнос, это нас не касается, да. Здесь маленько другая история, поэтому если у вас, еще раз напоминаю, земельный участок один, собственность, и вы являетесь пенсионером, у нас эти данные в проактивном порядке поступают с пенсионного фонда, то есть мы обладаем этими сведениями. Налог мы в данном случае не начислим. Большое спасибо вам за этот вопрос. Спасибо за вопрос. Ну что, у нас осталось несколько минут буквально до конца эфира. Да, я бы хотела сказать еще об одной декларационной кампании. Елена Владимировна упомянула, да, по контролирующим информационным кампаниям. У нас 14 марта этого года начался прием специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования иностранных активов. Вот мы принимаем специальные декларации от граждан, у которых есть счета за границей, о ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, ну а также вот об иностранных контролирующих компаниях. Те граждане, которые добровольно задекларируют, да, это имущество и счета, получат уже правовые гарантии сохранности своего капитала, в том числе за пределами Российской Федерации. А также освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности. Эта декларационная кампания продлится до 28 февраля 2023 года. То есть мы таких налогоплательщиков ждем у себя. Эти декларации, они действительно направляются сразу же в Федеральную налоговую службу. И вот если это, конечно, такая обязанность есть у налогоплательщиков, не обязанность, а если есть счета там-то, имущество за границей, то необходимо задекларировать. Давайте еще раз напомним уже в завершении эфира порядок подачи декларации. Порядок очень простой. Самый лучший способ это личный кабинет. Для того, чтобы подключить его, достаточно иметь пароль от госуслуг. Заходим на наш сайт. То есть в услуге обязательно зарегистрироваться? Не обязательно. Не обязательно. Если есть человек на госуслугах? Если нет на госуслугах, то... Карта Сбербанка есть? Если нет человека на карте Сбербанка? Ну таких нет. Ну почему? У него может быть другого кабинета. Роман, тогда мы ждем в любом налоговом органе, выдадим карту. Это важный момент, на самом деле. Не все на госуслугах, не у всех Сбербанков, на самом деле. Да, да, да. Вы просто, наверное, как госслужащие, вы думаете, у всех нет, не у всех. Нет. То есть в таком случае... Тогда в таком случае прийти в налоговый орган с паспортом. Мы в течение 5-10 минут выдаем рекарту. Приходит человек, активирует личный кабинет и заполняет с помощью личного кабинета декларацию. Ну, другой способ мы заполняем там на бумаге, да, приносим в МФЦ, в налоговые органы, представляем. А на бумаге где взять-то ее? Ну, бланк можно тоже. То есть другой способ прийти в ФНС, в любую... Да, в любую вообще по России, в любую, которая по дороге. Да, то есть не надо смотреть место прописки и так далее. Также и личный кабинет можно подключить в любую инспекцию. Я говорю, мы уже про личный кабинет, да, это понятно. Нет, ну стоп, личная декларация у нас представляется по месту жительства. А бланк взять? Да, бланк. Да, бланк любой. А декларация по месту жительства. То есть в Торжке мы не сможем... По месту прописки. По месту прописки, да. Это разные вещи в наше современное время, это разные. Человек может быть прописан в Москве, работать в Твери и наоборот. По месту регистрации. Правильно, по паспорту. Да, ну удобный способ тоже, опять же, через МФЦ представить декларацию. Если нет личного кабинета, то можно заполнить декларацию в программе. Она у нас есть на сайте. Декларация 2021. Декларация 2021 заполнили, распечатали, подписали шариковой ручкой и отнесли в налоговый орган, в МФЦ, куда угодно. Ну и по почте, если не по месту жительства находитесь, то значит налоговый орган по месту жительства письмом через почту России. Да, если есть документы, то прилагаем, опись составляем. Да, и останется вот этот вот у вас корешочек о том, что вы отправили письмо с описью вложений. И это будет для вас подтверждением, что вы отправили. Потому что именно не когда нам придет налоговый орган, а когда вы отправили. Поэтому кому-то, может быть, важно будет даже время, то, что почта будет работать. Например, 4 мая, да, и вот 4 мая отправят, исполнят свои обязанности. Что ж. Да, ну мы, да, мы как бы советуем налогоплательщикам пораньше позаботиться об этом, да, не растягивать. Вот, если есть обязанность, то не по 4 мая представить декларацию. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о декларационной кампании. Не забудьте заплатить налоги. Это очень важно для вас лично, для нашего государства. Это все-таки долг каждого, кто действительно должен сделать такую тавтологию. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.